Зина любила осень, не только яркую и нарядную, но и унылую, дождливую. Ей нравилось гулять под зонтом по улицам города, наслаждаясь запахом мокрой листвы, и просто физически ощущать, как дождь отмывает её запилившуюся душу, а потом вернуться в свою уютную квартирку, налить себе ароматного чая и, завернувшись в тёплый плед, забраться в кресло с ногами в обнимку с интересной книжкой и мечтать. Но этой осенью она осталась в квартире совсем одна. Дочь вышла замуж, и они сразу же сняли отдельную квартиру, и сына призвали в армию. Квартира вмиг опустела, став огромной и неуютной, а на душе вдруг образовала зияющая пустота. Казалось бы, самое время жить для себя и радоваться, но почему-то не получалось. Старшей дочери Александре было уже 25 лет, а Зине всего 44. Она, смеясь, так и говорила подругам. «У меня уже такая старая дочь, а я ещё такая молодая». И действительно, рядом с дочерью она выглядела её сестрой – маленькая, стройная, светловолосая. Дочь Александра даже казалась старше, потому что была крупнее фигурой и грубее лицом. Замуж Зиночка выскочила рано, сразу после школы по очень большой любви. Муж Владимир был мастеровитый и безотказный, всё умел. Поэтому его часто приглашали соседи и знакомые что-то сделать, отремонтировать. За это ему щедро наливали. Почему-то в те годы так принято было отблагодарить мастера. Вместо денег налить ему стаканчик или дать с собой пол-литра, так и споили, погубив семью. После развода Зина зареклась выходить замуж. «Я уже там была», отвечала она любопытствующим. «Ничего хорошего там нет». Наверное, поэтому в её жизни появился женатый любовник Виктор, чтобы встречаться, но вместе не жить. Поначалу Зине это нравилось, но с годами её стало тяготить это счастье на прокат. Подпольные встречи раз в две недели по выходным, невозможность пройти с любимым мужчиной по родному городу, посидеть в кафешке, не прячась от людей, вместе куда-нибудь съездить. Даже позвонить ему было нельзя по вечерам, потому что в трубке раздавался его неестественно любезный голос. «Да, Иван Петрович, пока занят, я вам позже перезвоню». А ещё ей стало невыносимо делить любимого с другой. Хоть он и уверял горячо, что они давно с женой спят в разных комнатах. Ей надоело быть чем-то второстепенным, второсортным. Надоело врать, изворачиваться ради этой встречи украдкой. На душе всё больше разливалось пятно горечи, и ничем его нельзя было смыть, заесть, запить. Оно начинало болеть, кровоточить. «Я разведусь», – обещал Виктор, но каждый раз что-то мешало. То экзамены у сына, то болезнь жены. Нельзя же их нервировать. «Всё, я больше так не могу», – не выдержала однажды Зиночка. «Не могу больше скрываться, изворачиваться, чувствовать себя омерзительной воровкой, посягающей на чьё-то семейное счастье». «Ну, какое там счастье?» – морчился Виктор. «Это просто долг. Подожди, сын поступит в вуз, успокоится, и тогда…» «Ага. Сначала поступит, потом закончит, а это ещё пять лет жизни коту под хвост». «Погоди, но ведь раньше ты радовалась, что живёшь одна. Не надо никому завтраки готовить, носки стирать. Независимая». «А то ты не заметил, с какой радостью я готовлю тебе завтрак», – огрызнулась Зиночка. «Может, мне это огромное удовольствие стало доставлять, а носки бросить в стиралку не так уж и трудно». «Витя, не могу я больше так, не могу». Перегорела лампочка ожидания. «Возвращайся в семью целиком и полностью, чтобы я потом не мучилась, что разбила её. Не приезжай больше, не звони». После этого разговора она решительно внесла Виктора в чёрный список, чтобы раз и навсегда поставить жирную точку. Хоть и тяготило её одиночество в пустой квартире, но эти отношения вдруг стали тяготить ещё больше. Но Виктор не успокаивался. Не дозвонившись, он с чемоданом приехал к ней на следующий же вечер. «Не могу я без тебя», – горячо обнимал он Зиночку. Прикипел всей душой. «Я же не всё сказал». Она, кажется, поняла. С сыном потом объяснюсь. «Не гони меня, я умру без тебя». Он смотрел на неё умоляющими глазами, раздирая её душу в клочья. Зиночка была счастлива, как никогда. Теперь они с Виктором не расставались ни на минуту. Она решила быть счастливой вопреки всему, потому что она заслужила это счастье, выстрадала. Она всю жизнь его ждала. Хватит уже быть на вторых ролях, пора стать хозяйкой положения. Она взяла неделю отпуска, чтобы быть только вдвоём. Наслаждаться каждой минутой бытия, её сладостью, чувственностью, неповторимостью. Слушать его голос, обнимать, целовать его макушку, сидеть вдвоём в кресле, ощущая спиной его грудь и его поцелуи каждой своей клеточкой. И думать. Думать, покрывшись мурашками, он только мой. Даже в молодости, когда играли гормоны, она не испытывала такого избытка эмоций. Видимо, только зрелые чувства способны на такие ощущения. Она лежала в пенной ванне, наслаждаясь ароматом и негой, предвкушая вечерний поход в театр. Наконец-то, как долго она этого ждала. Наконец-то они пойдут вдвоём. Вот сейчас она встанет, позовёт его. И он унесёт её на кровать, завернув большое пушистое одеяло. Она предвкушала его сильные страстные руки, когда вдруг раздался телефонный звонок. Его телефон. До этого он молчал. Она замерла. Через две минуты он вошёл в ванную. Его лицо покрылось пятнами. Нину увезла скорая. Сын позвонил. Инсульт. Он говорил отрывисто, мучительно выдавливая из себя слова, избегая встретиться с ней взглядом. «Прости, мне надо быть там». Он наклонился, чтобы поцеловать её в щёку, быстро выпрямился и вышел. Через минуту щёлкнул замок в двери. Ну вот и всё. Зиночка сидела в ванной и сквозь застилавшие глаза слёзы, рассматривала лопавшиеся пузыри. Вот так и её счастье лопнуло в один миг, лопнуло как мыльный пузырь. Виктор позвонил вечером. «Зиночка, дорогая, извини за сорванный театр». Его голос прерывался от волнения. «Зиночка, ей правда очень плохо. Я не знаю, я не знаю, что делать. Я так виноват перед вами обеими. Прости, милая, прости». «Не переживай, там ты сейчас нужнее». Спокойно ответила она. Только сейчас она почувствовала огромную усталость и безразличие. Всё, это окончательная точка. Всё против них. Она отложила в сторону телефон и задумалась. Кажется, она вычерпала себя до дна. Пора начинать сначала. Но с чего? В памяти вдруг всплыла, как вчера подруга Наталья приглашала её на предстоящие выходные на пикник. «Мы тебя с интересным мужчиной познакомим. Кандидат наук». Щебетала она, зная страсть подруги к мужчинам-интеллектуалам. «Поздно, подруга», – отвечала ей смеять Зиночка. «Кажется, я замуж выхожу». «Я что-то пропустила?» В глазах подруги светилось неподдельное изумление. «И кто он?» «Виктор!» «Да брось ты!» Радостное ожидание сменилось разочарованием. «Сколько можно на одни и те же грабли?» И даже выслушав рассказ Зиночки, что Виктор ушёл из семьи, она с сомнением покачала головой. «Ну, не верю я ему, не бывает всё так просто». И вот, как в воду Наталья глядела. Зина вздохнула и печально набрала номер подруги. «Приезжай, у меня опять проблемы». К чести Натальи, надо отметить, она никогда не произносила этой идиотской фразы, но я же предупреждала. Она просто обняла подругу, прижала её к себе и тихо промолвила. «Поплачь, легче будет». А потом решительно произнесла. «Так, завтра едешь с нами на пикник?» Возражения не принимаются. «Только, пожалуйста, никаких знакомств, никаких мужчин». Жалобно простонала Зина. «Не хочу их больше видеть, не хочу им больше верить». Виктор мчался в больницу, как сумасшедший. Один раз даже промчался на красный, не сумев вовремя затормозить. Водители сигналили ему изо всех сил. Некоторые даже догоняли, чтобы крикнуть ему в открытое окно, что он идиот. Но он ничего не видел вокруг. К счастью, час пик прошёл, и дороги были более-менее свободны. Сердце его выпрыгивало из груди. Он время от времени пытался успокоить его, надавив ладонью на грудь. Воздуха не хватало. Припарковав наспех автомобиль, он двумя прыжками взлетел на крыльцо приёмного покоя. «Девушка, а как мне пройти к быстровой Нине Павловне?» Нагнулся он к окошечку. «Что я такой? Я муж. Муж. Почему нельзя? Мне можно?» Он мчался по коридору, ища заветную дверь 321. Перед ней остановился, чтобы перевести дыхание. Дёрнул ручку. Нина лежала вся в трубочках от капельниц. Рядом, к счастью, никого не было. Вся его решимость куда-то улетучилась, когда он подошёл к её кровати. Она лежала с закрытыми глазами, бледная, с синевой под глазами. Вроде своя, да более знакома каждая чёрточка, но какая-то чужая, отстранённая, безразличная ко всему. Он медленно присел на корточке рядом, взял её за руку, не сводя глаз с её осунувшегося лица. Её ресницы чуть дрогнули, и глаза медленно открылись. Первую секунду в них мелькнула радость узнавания. «Витюша!» Прошелестела она каким-то бесцветным голосом и слабо улыбнулась, резанув по его сердцу словно бритвой. Потом какое-то смутное воспоминание пробежало складочкой между бровей. Она нахмурилась и отвернулась. «Уходи!» Слабо прошептала она. Из кончика глаза, который она не смогла спрятать, скатилась слеза. «Поправляйся!» Глухим голосом сказал он и встал. Этот момент в палату зашла сестра и тут же отчаянно замахала на него, жестами предлагая покинуть помещение. «Всё, ухожу, ухожу!» Пятился он, закрывая за собой дверь. Он вышел из больницы на негнущихся ногах, сел в машину и уронил голову на руль. Он не знал, что ему делать дальше, как жить, куда ехать. С Зиной сейчас объясняться было выше его сил. Не прошло и три дня, как он умолял её принять его. Гляня, что это навсегда, что он ушёл от жены, что та всё верно поняла. Может, её разум и понял, но, видимо, душа нет. Перед каждой из них он был предателем, как ни крути, как ни оправдывайся. Да и не собирался он искать себе оправдания. Господи, впасть бы сейчас в кому, чтобы не думать ни о чём. Так, а сын? Как Димка? Где он сейчас? Воспоминания о сыне отрезвили его, стряхнули его окончательно, и он решительно надавил педаль газа. Димка был дома, обрадовался, увидев его. Бросился, как в детстве, на шею, хотя уже лет семь этого не делал, стеснялся. Тем более, уже начал перерастать отца. «Папка, ну, наконец-то! Где ты был? Я весь испереживался. Мама сказала, что ты в какой-то командировке, тебя нельзя беспокоить. Но, понимаешь, я не мог иначе». Оправдывался он. «Ты был у мамы? Как она там?» Я пытался, но к ней пока не пускают, чтобы не тревожить. Димка тарахтел без остановки. Видимо, таким образом он сбрасывал с себя груз накопившихся эмоций. А Виктору почему-то стало легче от этого нескончаемого потока слов. Но, наверное, ещё и потому, что сын был не в курсе последних событий, и это облегчало дальнейшее с ним общение. Виктор с благодарностью подумал о жене, что тем самым она его спасла от ненужных сейчас объяснений. «Маме легче!» – прервал он тираду сына, крепко сжимая его в своих объятиях, вдыхая его терпкий запах и чувствуя непонятный ком в горле. «Всё будет хорошо, сынок! Главное в это верить!» Проводив подругу, Зина, свернувшись с калачиком, улеглась на диван. Она чувствовала себя маленькой девочкой, беспомощной, никому не нужной. Пыталась гнать эти зловредные мысли прочь, но они с завидным упорством снова возвращались. Так она провалялась до вечера. Сил не было даже встать. Она обессиленно взяла в руки телефон, чтобы хоть как-то отвлечься. Открыла любимые соцсети. В ленте рекомендаций мелькнул знакомый сайт, который частенько помогал встряхнуться, задуматься. Вот и сейчас первой открылась эта фраза. «Не бойтесь одиночества, радуйтесь ему!» Это благословенный ресурс, необходимый нам, чтобы наполнить опустошенный сосуд души чем-то очень ценным, что было упущено раньше. И это поможет понять, что счастье всегда с вами. Оно внутри вас. Они что, мысли умеют читать? Она внезапно почувствовала, как от этих волшебных строк замерла, а потом затрепетало ее сердце. Как неведомая сила вдруг разгорячила кровь, побуждая к каким-то действиям. И о чудо! От усталости и апатии и следа не осталось. Только страстное желание что-то сделать со своей жизнью. Как-то ее изменить. Все. Я буду счастливой, несмотря ни на что и вопреки всему. Ради себя самой. Зиночка тряхнула головой и решительно встала с дивана. «Хватит унывать и надеяться на кого-то. У меня есть я, а это самое главное. Сейчас самое время пожить для себя, радоваться жизни, а ты что-то раскисла». «Хватит». Зина подошла к зеркалу и внимательно себя осмотрела. «Да, поблекла что-то ты, дорогая. Пора брать себя в руки». Завтра Наталья приглашает на какой-то сабантуй. А ведь это отличный стимул взглянуть на жизнь под другим углом. Знакомство с новым мужчиной? Отлично. Но только с целью наполнения себя новыми эмоциями. Больше никаких ожиданий, никаких отношений. Кроме дружеских симпатий и громадного расстояния, ее душа требует целебного очищения. А сегодняшний остаток дня нужно провести в обществе себя любимой, чтобы побаловать себя драгоценным вниманием, отыскивая в себе уснувший вечным сном источник любви. Она заглянула в морозилку и с удовлетворением вытащила оттуда замороженную клубнику. Нарезала ее на дольки, чтобы быстрее размораживались. Часть отложила на фруктовый салат или смузи, а остальное… Сейчас устрою себе отличнейший спа. Улыбнулась она про себя, и ее настроение мгновенно улучшилось. А сейчас ванна. Она наполнила ее до половины горячей водой, бухнула в нее любимую морскую соль с пихтовым экстрактом. А рядом на передвижном столике поставила бокальчик ароматного красного сухого вина, привезенного друзьями из солнечной Грузии, настоящего, с гранатовым оттенком. В красном подсвечнике зажгла свечу в виде лотоса и погрузилась в ванну в предвкушении чуда. После первого глотка она почувствовала, как тает ее напряжение, растворяясь в пенной жидкости ванны. Мерцающий огонь свечи делал обстановку волшебной. Через 20 минут она встала совсем другим человеком, ощущая легкий шум в голове и сладостную пустоту в душе. А еще предвкушение какого-то чуда, чего с ней давно уже не было. Все-таки, как здорово вспомнить наконец-то о себе, отрешившись от всех проблем. Завернувшись в пушистый розовый халатик, она прошла на кухню, намешала клубники со свежей сметаной и, не спеша наслаждаясь, намазала лицо, шею, грудь. Тело с благодарностью впитывало эту вкуснятину каждой своей клеточкой. А смузи с клубникой, яблоком и бананом довершили начатое волшебство. Через 10 минут на нее из зеркала смотрела помолодевшая красавица с подтянутым личиком и сияющей кожей. «Вот это да!» – воскликнула Зина и восторженно улыбнулась. Никогда не думала, что обычная клубника обладает таким волшебным эффектом. Она чувствовала себя молоденькой студенткой, собирающейся на свидание и предвкушающей триумф от собственного появления. Эх, давно забытое чувство! Следующее утро встретила ее солнечной теплой погодой, как по заказу. Она только закончила делать укладку, наложив легкий изящный макияж, как позвонила Наталья. «11 часам я подъеду, будь готова!» «Хорошо, дорогая, буду дорогая!» – услышала в ответ подруга ее жизнерадостный голос. Зиночка с удовлетворением отметила, что ее настроение было на высоте, а внешность просто завораживала. Еще никогда она не чувствовала себя такой красивой. В молодости вечно ощущала недовольство собой. То прыщи, то волосы не так лежат, то фигура не такая. А сейчас она любила и принимала себя целиком и полностью, чувствуя себя королевой красоты. Главное не вспоминать плохое, а наслаждаться текущим моментом, тем, что преподносит жизнь. Она мудрее. С этого дня это стало ее девизом. Вернувшись домой, Виктор какое-то время метался, не зная, что ему делать дальше. Вначале он порывался позвонить Зиночке, как-то объясниться, но достав телефон, тут же прятал его в карман. Что он ей скажет? Бросить Нину в такой момент – это нужно быть последним мерзавцем. Да и все мысли будут рядом с ней и с сыном, а он будет просто разрываться на части. Он посмотрел на Димку. Как давно он уже не разговаривал с сыном. В последнее время их связывал только дежурный вопрос, как дела. Но сейчас общая беда их объединила. Сын, обычно немногословный, отделывающийся короткими фразами, сейчас мог подолгу сидеть с отцом за столом и говорить и говорить. Он только что поступил в университет. Впечатлений было море, они копились в нем, бурлили, и он с жаром изливал их на отца. А тот, в свою очередь, с удовольствием выслушивал все его излияния и наслаждался его обществом, словно пытаясь наверстать упущенное. «Папа, расскажи, а как вы с мамой познакомились, как полюбили друг друга?» Вдруг спросил Димка за ужином. «Ну, мы вместе учились», – смутился Виктор. «Да что рассказывать, так и полюбили друг друга, потому что вместе учились». Ему вовсе не хотелось вспоминать о том, что не настало его отчаянной попыткой бегства от себя самого, от разбитой первой любви. Тем более рассказывать это сыну. В Сашку, первую красавицу на курсе, были влюблены все парни, и он, конечно, не исключение. С первого курса страдал по ней, а она выбирала. Сначала с одним, потом с другим. Искусно играла сердцами, она, игравшись, выбрасывала. Есть такой сорт людей. А он и не замечал этого в пелене безумной любви. Когда очередь дошла до него, он просто с ума сошел от счастья. Ходил с ней за руку первую неделю, не чуя под собой ног. А когда она первая поцеловала его, потерял на миг сознание. Когда открыл глаза, увидел ее восторженное лицо. «Витька, ты в обморок упал от моего поцелуя». Вскоре об этом знал весь курс, все девчонки. Он это случайно услышал от хихикающей парочки подружек, которые стояли за его спиной в буфете и шептались. Они думали, что он не услышит, но их шепот был громче набата. Он тогда развернулся, весь красный взерошенный. И они испуганно замолчали, встретив его бешеный взгляд. А он умчался прочь. Он попытался поговорить с Сашкой, но она вдруг засмеялась своей милой обезоруживающей улыбкой. И, целуя его, говорила, что они просто завидуют. А через месяц, через месяц она уже встречалась с другим. Ничего не объясняя, просто прошла с другим однокурсником с улыбкой мимо, наслаждаясь его реакцией. А он остался стоять столбом. И только тогда до него дошло, что все они были просто очередной игрушкой в ее руках. Она обожала разбивать влюбленные сердца. Это было ее хобби. А Нина, она любила его молча. Страдала, когда он дружил с Сашкой. А когда он остался один, однажды подошла к нему и пригласила в театр. «У меня есть два билета», – сказала она тогда, краснея от смущения. «Подруга не сможет пойти, вот я и подумала». Так и завязалась тогда эта странная дружба. На красивых девчонок Виктор старался больше не смотреть, боясь повторений. А с Ниной ему было… Было удобно. Она была своим парнем, верным преданным соратником, заботливым другом. Жила она в том же общежитии, только на другом этаже. Всегда могла накормить, если денег было в обрез. Никогда ни на что не жаловалась. Перед ней не надо было оправдываться и извиняться, как другие парни перед девчонками. И это в ней очень импонировало. Когда они закончили вуз и предстояло разъезжаться в разные стороны, Нина вдруг расплакалась. «Что ты?» – удивился Виктор и неловко приобнял её. «Не плачь, я тебе писать буду». «Дурак ты!» – схлипнула она. «Бесчувственный чурбан!» И, разревевшись в голос, убежала к себе в комнату. Виктор тогда так и сел. Его мигом прошиб пот. До него наконец-то дошло, что для Нины это была не просто дружба. Наталья приехала ровно в одиннадцать, как и обещала. И вот они уже мчатся за город, утопая в сказочной красоте осеннего леса. «А куда мы хоть едем?» – решила поинтересоваться Зиночка. «Сюрприз!» – улыбнулась Наталья. «Всему своё время. Просто доверься жизни. Она не обманет». Зина уже не удивлялась совпадению мыслей, которые сопровождали её со вчерашнего дня. «Значит, действительно, её ждут какие-то перемены, которые ринулись в её жизнь. А ведь стоило только отпустить прошлое». Они свернулись с трассы и заехали в дачный посёлок, который живописно устроился на возвышенности, полого спускаясь к заливу реки, сверкающей в солнечных лучах. У Зиночки даже дыхание перехватило от такой красоты. Надо же, никогда здесь не была, хоть и живёт в этих краях всю свою сознательную жизнь. Петляя между плотно стоящими домиками, Наталья наконец-то подрулила к деревянной ограде, через которую свешивалась стройная рябинка, вся увешанная яркими гроздьями ягод. «Ну всё, приехали!» – весело провозгласила подруга. Они вошли в калитку, и к ним подбежала огромная лохматая собака, приветливо помахивая хвостом. «Не бойтесь, входите! Дик не кусается!» Услышали они голос и вскоре увидели и самого хозяина. Он шёл им навстречу не спеша. Невысокий, подтянутый, с проседью, с внимательным взглядом и такой знакомой улыбкой, что от сердца ёкнуло. «Олег!» Протянул он руку вначале Наталье, потом Зине. Девушки представились. «Так значит, Наташка тоже его не знает!» С удивлением отметила про себя Зиночка. «Интересно, что за собрание?» Олег кивнул им на беседку, где весело общалась уже собравшаяся компания. «Идите туда, я скоро!» «Наташа!» «Зина!» «Вот так сюрприз!» Раздался весёлый голос. К ним навстречу спешил Колька Новиков, одноклассник, баламут и весельчак, душа компании. Вскоре подруг окружила целая толпа одноклассников. Все радовались встрече, жали руки, обнимались. Вот уж действительно сюрприз! Девчонки крутили головами, узнавая и не узнавая возмужавших однокашников. Ведь почти двадцать лет прошло. «Я сама не знала, мне тоже сказали сюрприз!» Улыбалась Наташка, сразу же превратившись в шаловливую школьную подружку. «Господи, как всё-таки здорово вернуться в детство!» Радостно провозгласила Зиночка и тут же спохватилась. «Так, а хозяин у нас кто?» «Неужели не узнала?» Тут же нарисовался из-за плеча Колька. «Нет!» Растерянно пожала плечами Зиночка. «Неужели тоже кто-то из наших? Хотя улыбка знакомая!» «Ну, конечно!» Рассмеялись одноклассники. «Это же Олег Фомин! Он с нами до седьмого класса учился! Неужели забыла?» «Господи, конечно же, Олег!» «Как я раньше не догадалась!» От этих мыслей Зиночку бросила в жар. «Как можно забыть первую любовь?» Её сердце взволнованно заколотилось, а ноги немного подкосились. Она присела на скамейку, чтобы не выдать волнения. Перед глазами промелькнули давно забытые воспоминания. Олег. Умный, целеустремлённый. Всегда себе на уме. Он был мал ростом, поэтому не пользовался популярностью в классе. Только ей, Зиночке, и подходил. Их всегда на танцах ставили парой. Она до сих пор помнила трепет его руки, когда он брал её ладонь в свою. И её сердце ответно трепетало. Они ничем не выдавали своих чувств. Но она так часто ловила на себе его быстрые взгляды, что практически не сомневалась, что нравится ему. Он всегда оказывался рядом. На всех фотографиях незаметно пристраивался поближе. А когда он уехал вместе с родителями на север, с собой он увёз и часть её души. Ей так хотелось ему написать, но адреса она не знала. Да и, скорее всего, не смогла бы пересилить свою гордость или застенчивость. Впрочем, наверное, как и он. Какая-то тоска надолго поселилась в её маленьком сердце. И отпустила только много времени спустя. Зиночка медленно вернулась из своих воспоминаний в действительность. Ей удалось спрятаться от внимательных глаз в тени беседки. Да и одноклассникам было не до неё. Они были так рады встрече, что шутки и смех не затихали ни на минуту. Даже Наташка забыла о своей подруге, с азартом делясь последними новостями. И вдруг Зиночка услышала знакомую добыли музыку. Какое-то смутное воспоминание промелькнуло в её голове. Но она ещё не успела собраться с мыслями, как кто-то из девчонок тут же воскликнул. «Ребята, да это же из нашего школьного танца. Помните, как мы выплясывали под неё?» «Точно!» – раздались довольные голоса. «Разрешите вас пригласить на танец?» Услышала прямо перед собой знакомый голос Зиночка и подняла глаза. Перед ней стоял Олег. И как когда-то в детстве лихо по-гусарски поклонился, резко откинул голову и притопнул ножкой. Её лицо полыхнуло румянцем, и она с улыбкой подала ему руку, чувствуя в ответ знакомый трепет его руки. Через две недели Нину выписали из больницы. Она была ещё слаба, но, к счастью, все функции постепенно восстановились. Виктор боялся предстоящего разговора. И, честно признаться, не знал, что делать дальше. Если бы Нина сказала «Уходи», он бы сразу ушёл, не ропща, потому что заслужил. Но только не к Зине, нет. Он больше не мог так жить, встречаясь украдкой. Слишком большую цену за предательство затребовала жизнь. Он больше не хотел играть с огнём. Да и Зина не поверила бы ему больше. Но Нина повела себя с ним, ровно как ни в чём не бывало. Только перебралась жить в другую комнату. Под предлогом, что по ночам она плохо спит и периодически зажигает свет, чтобы почитать. Сам напросился. Усмехнулся про себя Виктор. Вспомнив, что клялся Зиночке, что спят с женой в разных комнатах. Хотя ему так тоже было удобнее. Невыносимо смотреть в эти укоряющие глаза. Сын на это не обратил особого внимания. Но с отцом они сблизились, как никогда прежде. И Виктора это очень радовало. Теперь он старался наверстывать упущенное, проводя с сыном как можно больше времени. Для этого он купил шахматы, вспомню студенческие турниры с друзьями. И ещё несколько настольных игр. По вечерам они азартно осваивали эти игры. Звали периодически Нину, но она пока уклонялась. А главное, он купил надувную лодку и рыболовные снасти. «Живём в таких красивых местах на берегу реки, а её окрестности ещё ни разу не обозревали». Торжественно провозгласил он. «На выходные собираемся всей семьёй на пикник. Хватит отлынивать от отдыха». «Ура!» – заорал дурнишушкой Димка и повез на отцовской шее, завалив его на пол. «Ну ты, ласяра!» – смеялся, поднимаясь на ноги Виктор. А Нина, наблюдая эту картину, впервые улыбнулась за последние дни. И эта её невольная улыбка стала самым лучшим подарком для провинившегося мужа. Нина, возражения не принимаются. Его взгляд был умаляющим и искренним. И жена, взглянув на него повнимательнее, согласилась. Тот субботний день был по-летнему тёплым и солнечным. Оставив машину на берегу, они погрузили в просторную лодку всё необходимое для пикника и рыбалки и отправились на один из маячивших невдалеке островков. «Как я давно мечтал побывать там!» В нетерпении потирал руки Димка. Он радовался как ребёнок, и родители, глядя на него, тоже были в приподнятом настроении. Как давно они не отдыхали, вот так, всей семьёй и всей душой. Островок оказался на удивление уютным. Кто-то по-хозяйски смастерил на нём небольшой навес со столом и скамейками из вытесанных брёвен. Рядом был выложен мангальчик из кирпичей. А на столе даже стояла банка с солью и старый закопчённый котелок. «Рай для рыбака!» – воскликнул Димка. «Они даже соль припасли, чтобы рыбу тут же засаливать. И даже уху есть в чём сварганить!» «Не только для рыбака, для любого отдыхающего!» – поддакнул Виктор. Вскоре на самодельном мангальчике уже шкварчал зажаривающийся шашлычок, издавая умопомрачительные ароматы. Нина нарезала на большом столе крупные помидоры и арбуз, раскладывая их по тарелкам. А Димка таскал куски сразу же из-под её руки. Она, смеясь, хлопала его по рукам. «Что ещё надо для счастья?» – вздыхал блаженно Димка, уминая сочные кусочки арбуза. А глаза его уже хищно следили за подрумянившимся шашлыком. Виктор всей грудью вдыхал этот чудесный воздух, смеялся над милыми Димкиными выходками и краем глаза наблюдал, как розовеет и прямо на глазах хорошеет лицо жены и чувствовал себя до невозможности счастливым. Эх, и почему он раньше себя вёл по-другому? Неужели не видел, что у него уже всё есть для счастья? Как же он был слеп и недалёк? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»